Приветствую в пресс-центре тезис. Сегодня у нас в гостях Анатолий Викторович Шевченко. Это правозащитник, антикоррупционер и кандидат в народные депутаты Украины сегодня по 79-му избирательному округу. И Анатолий расскажет нам сегодня о том, как идет предвыборная кампания в округе. И в частности мы поговорим о нарушениях, выявленных фактах, каких-то доказательствах с вашей стороны, о том, насколько чистая и насколько грязная кампания сегодня в округе. Анатолий Викторович, пожалуйста, вам слово. Я участвую в выборах кандидатом в Верховный Совет уже четвертый раз. Был депутатом областного совета, многие знают, сейчас депутат городского совета. Много раз был начальником штаба кандидатом в президенты. Прошел десятки избирательных кампаний. На каждой кампании, скажу, на каждой кампании есть нарушения, закон о выборах. И есть, ну скажем таки, нарушения, ну как бы незначительные, а есть и очень серьезные. Ну знаете, 2004 год, это известные карусели, когда возили автобусами по всей Украине голосовать по открепительным талонам. Там голосовали люди по 10 раз, по 20 раз и так далее. Лично я тоже в 2004 году в Васильевском районе, в районе, в городе Днепрудной, в Васильевке, лично мы выявили два автобуса. Это так коротко прошлое. Значит, сегодняшние выборы тоже, я буду говорить честно, прямо, тоже имеются значительные нарушения. Ну, например, Васильевский избирательный округ, 79-й, я иду там кандидатом, 22 кандидата. И я только сегодня узнал, даже я кандидат сегодня узнал, оказывается у нас 23-й кандидат есть. Крыштон, фамилия? Крыштон. Крыштоп. Крыштоп, извиняюсь. Я только сегодня узнал, я даже кандидат не знал, он заарестрировался, но позже нас всех, и у меня есть информация, не буду сейчас все свои факты говорить об этом, но есть информация, что это не просто так. Потому что, ну, сейчас в процессе избирательной кампании кандидат Григорьчук Александр, вот, ЗЖРК, я буду прямо говорить, в своих газетах пишет, в своих статьях, в листовках пишет он от народа, от шахтеров, простой человек, профсоюзный работник. Я сейчас буду говорить открыто, я 30 лет в Васильском районе занимаюсь борьбой с коррупцией, был областной депутат, городской депутат, я никогда Григорьчука не слышал, не знал его, ну, многие люди же попадали, как бы, ну, мои знакомые, поле мое зрение, а тут вдруг на этих выборах он объявился. Да еще человек, который имеет миллионы гривен на агитацию, откуда у профсоюзного работника шахты миллионы гривен? Я сейчас отвечу. А миллионы гривен это не его, это Рената Ахметова. Все вы знаете, шахта Днепрудного, она в собственнице Рената Ахметова, завод Запоросталь в собственнице Рената Ахметова. Все мы прекрасно осознаем, в Донецкой области, в Луганске идет война. Это же, скажем, ну, Родина и родился там, и свою бизнес-структуру развивал, а я скажу, мафиозную структуру развивал Ренат Ахметов. Не боюсь этих слов, даже на крови скажу прямо, я много владею информацией. Ну, и сейчас война, понятно, Ренату Ахметову надо другая область для того, чтобы свой бизнес перевести в эту область, ну, бизнес-структуру уточняю. Поэтому Ренат Ахметов, по моей информации, выбрал нашу Запорожскую область. Днепропетровская область, Коломойский, понятно, не захотел пускать Рената Ахметова, потому что и тот олигарх, и этот олигарх, ну, понятно, они там вдвоем не уживутся в Днепропетровской области. В Харьковскую область Ренат Ахметов, по моей информации, не захотел, потому что там побаиваются, недалеко от России, там сложнее. Вот он выбрал нашу Запорожскую область. И для этого он, скажем, подобрал своих кандидатов в Верховный Совет, и их сейчас финансирует, и они сейчас идут в Верховный Совет, говорят от народа, печатают Григорчука в газетах областных. Вы же знаете цены. В газете МИХ, например, одна страница стоит 28 тысяч 500. Значит, Григорчук печатал сначала по две страницы, потом по три, уже по четыре, уже до пяти доходит. Это же, вы представьте, какая цена выходит. Четыре страницы, а то почти 120 тысяч гривен. И также во всех областных газетах, если округ плаката Григорчука, палатки, билборды, статти в районных газетах, ну, и дошло до того, что мало уже агитации, Григорчук уже придумал, раздают подарки. Ну, вот начнем с мелочи. Перчатки, написано, Александр Григорчук, продуктовые, разносят пакеты. Вчера я еду по Васильевке, как кандидат, раздаю газеты, смотрю, идет три человека с пакетами, ну, такие, скажем, хлопцы лет по 30, по 35, молодые, ну, здоровые, оказалось, шахтеры. И тут с пакетами Григорчука, я остановился, представился, кандидат Верховносящий Шевченко, пожалуйста, если можете, дайте мне агитацию Григорчука. Ну, они дали, и там тоже оказалось немного продуктов. Ну, и агитация. Я говорю им прямо, говорю, хлопцы, ну, вы осознаете, что вы беду в Украине несете? Вы же знаете, что шахта Рената принадлежит Рената Ухметову. И я же вижу, вы шахтеры. Они призналися, буду эту правду тоже оглашать сегодня. Они признали, что они работают на шахте, и призналися, что их заставили, привезли, и вообще их развозили микроавтобусами, автобусами по всему округу. Сняли, как они мне, я их слова передаю, сняли с работы, ну, собрание там провели, объяснили, что надо делать, посадили в автобусы и повезли их массово по разным населенным пунктам, по нашему избирательному округу 79-му. Ну, они шли по улице моей Каховской, я там живу, и я вижу, они не особо раздавали эту агитацию. Их это же так насильно, ну, те агитаторы, которые добровольно нанимаются, понятно, те стараются работать. А которые заставили, я по ним вижу, они идут, и никому не дают, и в дворы не заносят. Ну, вижу, этим ребятам не хочется сильно и раздавать эти пакеты. Ну, с ними поговорил, они призналися, то, о чем я им сказал. Ну, я еще там больше с ними поговорил. Значит, выясняется, что агитацию Григорьчук ведет, ну, то, что большие деньги вложены, а то и, скажем, с нарушением законов выборов. Ну, это еще так мелочи. Вот я покажу даже газету «Индустральное запорожье». Ну, очень сильно они рекламируют Александра Григорьчука. «Индустральное запорожье», «Панорама». И тут пишется в этой газете, ну, агитация за Григорьчука. Был он в Ориховской районной больнице и примерно на 100 тысяч гривен подарил там подарки. Разное оборудование. Потом я узнаю такие самые подарки, он дарил в Камелько-Днепровском районе, в больнице. Говорят, Васильевки тоже дарил в больнице подарки. Ну, вы же понимаете, есть же статья в Головном кодексе. Нельзя подкупать избирателя. Я считаю, как юрист, это подкуп избирателя. Может он скрытый, не примушен, не сам там с кармана вытаскивает эти деньги. Это ж понятно, он не привозит это оборудование лично и дарит. Ну, все же, это от Григорьчука идет. Газеты пишут, это Григорьчук. Это же не Шевченко. Это не другие кандидаты 79-го округа. Это Григорьчук. Это подкуп избирателя. И в газетах об этом пишут, показывают, такой хороший. А я не могу, если бы захотел подарки дарить, у меня нет денег. У меня за всю избирательную кампанию, не скромно себе играть, но коротко скажу, одна листовка и две газеты. Все, ни одной статьи, ни в районных газетах, ни в областных, ни одного билборда, ни одной палатки. И не буду дальше перечислять. Я не могу, у меня на это нет денег. И вот эта кампания, которую я скромно веду, это тоже с помощью моих друзей. Значит, дальше скажу. У меня есть информация. Сейчас будет очень серьезная информация, она озвучена. Я не могу 100% говорить, что это, ну, все, это так оно и будет. Но у меня есть информация, что на этих выборах, особенно в 79-м округе, готовится, ну, скажем, и подкуп избирателей во время голосования. Ну, сейчас до голосования идет и будет во время голосования. А потом, если они увидят, что их не устраивает результат, вплоть до того, что фальсификация совершится вечером, брос бюллетеней, отключение света на некоторых избирательных участках. Если это не поможет, значит, дальше я немножко подробностей расскажу, сейчас коротко так скажу. По моей информации, в гостинице «Шератон» в городе Запорожье приехали молодые хлопцы в камуфляжах. Ну, имеется информация еще серьезнее, некоторые есть с оружием. И готовятся, как бы, провокации вперед, ну, голосования или после. И вплоть до того, что сорвать выборы. Если не удастся сорвать, значит, спровоцировать, чтобы потом признать недействительные выборы. Ну, всякие разрабатываются технологии. Я такой информацией владею. Значит, сейчас немножко, ну, детально скажу по этим технологиям. Как покупаются голоса избирателей? Значит, заранее, до голосования, значит, создается группа людей, ну, своих, конечно же, надежных, которые ищут еще по округу тоже таких более надежных, уже, ну, скажем, не из их команды, ну, а людей там, жителей населенных пунктов. И начинают просить, давайте там вокруг себя, собирайте тоже своих друзей там, любителей, ну, алкогольных напитков. И мы вас просим. Значит, когда пойдете голосовать, ну, во-первых, прийти на голосование, пойдете голосовать, и будете делать отметку в бюллетене, за кого голосуете, то голосовать за Гриурчука и своим телефоном, а если своего нет, то мы вам дадим телефон, сфотографируйте в этой кабинке, что вы проголосовали на бюллетене за Гриурчука. И мы вам, ну, немножко предоплату дают сразу, а основную оплату обещают, когда выйдет и покажет эту фотографию. Значит, сумма крутится от 200 до 500 гривен за такой голос. Значит, ну, понятно, вы же понимаете, что это уже нечестное голосование. Это применялось и раньше на выборах. Запускались карусели. Ну, я думаю, вы понимаете, ну, кто не понимает, скажу, работала карусель по такому принципу. Тоже так ищут людей и просят кого-нибудь, чтобы вынес чистый бюллетень. Чтоб сам не голосовал, а ему за это платят деньги. Говорят, зайдешь в кабинку, ну, ты не вбрасывай, а вынеси нам чистый бюллетень. Ну, чтоб было видно, что что-то вбрасывают. Один там вбросит, или если там много бюллетеней, несколько вбросит, а несколько нам чистых вынеси. И с этим чистым бюллетенем запускают карусель. Значит, карусель работает, ну, по такой схеме. Значит, находят тоже людей, они заранее их находят, или в день голосования немножко добавляют людей. И просят. Значит, идешь голосовать, они ему уже отметку делают за нужного кандидата. И просят. Ты вот этот бюллетень бросишь, а нам чистый вынесешь. Ну, чтоб уже видели наблюдатели, что он с кабинки вышел, и бросит бюллетень. И вот такая карусель запускается и работает. Я думаю, вы все прекрасно осознаете, а таким образом, ну, нечестные выборы получаются. И голосование тогда, ну, понятно же, не объективное. И часто люди говорят, ну, особенно и в моей Васильевке, небольших городках, так мы же голосовали, не буду фамилию называть, там и свою, нескромно, пусть другой кто-то. Говорят, так мы же за него голосовали. Как мог победить тот кандидат, если город гудит, мы же за него не голосовали. А он победил такими схемами. Ну, работают еще схемы из прошлых выборов. Я думаю, на этих выборах тоже их применят. А дальше я более серьезно расскажу. Это немного я остановился на более таких, скажем, схемах простых. Работает еще такая схема подвоз избирателей. Ну, если бы это подвозил городской совет, сельский совет, организовывал там автобусы, микроавтобусы, подвозили там инвалидов, пенсионеров, ну, это нормальное явление. Люди больные, многие, если лежат, что им может заявление подать, вы знаете. А что они делают? Они заранее тоже имеют так названных десятников или сотников на определенном районе, улицах. Ну, и там заранее тоже подбирают людей, любителей, как я сказал, алкогольных напитков, таких людей, которые могут, как говорят, за гречку продаться, за 20 гривен продаться. И они тех людей говорят, мы к вам подъедем микроавтобусом в такое-то время примерно, а вы там возле дворов, стойте, мы вас заберем, повезем, вы проголосуете, привезем вас назад. Ну, вот, когда они садятся в микроавтобус, им там уже в микроавтобусе, этот старший, который там работает по этой схеме, уже раздает. Алкоголикам там бутылку водки, любителям гречки, гречки, кому там двадцатку, ну, или, бывает, я скажу, я знаю, даже бывает, открыто раздают при людях, а бывает, скрыто стараются раздавать. Ну, и таким образом, тоже, вы понимаете, делают голоса нужному кандидату. Эти схемы, я многие выборы прошел, они работают почти на всех выборах, я думаю, они будут и на этих выборах. Теперь я на более серьезном еще раз остановлюсь. По моей информации, как я уже сказал, в гостинице «Ширатон», города Запорожья, приехало на сегодняшний день больше 70 молодых парней, они там живут, сейчас поселилось на хортице завода «Запоростан», там есть свои, ну, или дома отдыха, или базы какие-то там отдыха, они там тоже поселились, потому что, я уже сказал, «Запоростан» Рената Ахметова, значит, часть уже этих молодых ребят, с большими подозрениями, уехали в город «Энергодар», там уже поселились, значит, по моей информации, это планируется, то, что я коротко вначале сказал, сейчас скажу более, так скажем, подробнее, планируется, если не помогут, вот эти, скажем, подкупы избирателей, не помогут, вот эти карусели, там, с бюллетенями, не помогут, и подвоз избирателей, ну, не будут понимать, вброс, значит, планируется, по моей информации, на этих выборах, особенно в 79-м округе, это раньше иногда променялось, ну, сейчас я знаю, информация есть такая, что готовится, например, на избирательных участках, на отдельных, выключить свет, в нужный момент, вечером выключить свет, и в этот момент, ну, сделать вброс, или еще серьезнее, какое-то там мероприятие провести, ну, и планируется, как я уже сказал, если вот это все, они не будут помогать, значит, выборы, то, что сфальсифицировать вечером, потому что у меня, как у кандидата, озвучу, нету ни одного члена комиссии, ни одного наблюдателя, я не в состоянии платить людям деньги, я и так веду, с большим трудом, избирательную кампанию, а 23 кандидата, как оказалось на моем округе, и многие технические, 7 киевлян, больше 10 из Запорожья, это же не просто так, ну, с Киева зубной техник, там идет у меня, ну, чего зубному технику ехать, за 700 километров, в город Васильевку, в Васильевский округ, баллотироваться, ну, я думаю, что это не просто так, пусть простит меня, тот зубной техник, если я говорю неправду, я фамилию не называю, ну, я считаю, это не просто так, такие кандидаты выставляются, на периферии, за 600-700 километров, ну, перспективы победить нету никакой, никто же не знает его, и, кстати, избирательной агитации, такой никакой и не вел, этот человек и другие, я не видел, ни листовок, ну, по моему мнению, по моей информации, это готовятся технологии, а под этих же кандидатов заводят членов комиссий, наблюдателей, ну, и таким образом, как и раньше было, думаю, и на этих выборах, если даже там зайдут, и с разными, ну, скажем, под разными флагами партии, это не значит, что-то разные люди, да они зайдут туда, в основном, свои люди, одной компании, очень многие, я имею в виду, и членами комиссий, особенно, я скажу, у меня округ 4 сельских района, особенно в селах, я скажу, там же живут люди все рядом, ну, как одна семья, ну, село, как семья живет, ну, скажем, чуть-чуть, может, какие-то проблемы есть там между людьми, где-то, какие-то ссоры, а также они все дружные, в одном селе, и если их там членами комиссии ввели от разных партий, то они все равно, ну, с одного села рядом живут, и вот именно там, и в плотших выборах, и на этих выборах, я понимаю, могут быть, ну, массовые фальсификации, потому что там, ну, заплатят, а то попросят, в одном селе живут, и даже без денег, ну, сделают и подмену бюллетеней, и вброс, и фальсификацию, ну, все, что им будет надо, могут сделать, это я вам, корреспондентам, рассказываю, тоже, знайте об этом, но самое главное, самое главное, сейчас, немножко об этом, тоже, более подробно скажу, самое главное, вот это привезенные, какие-то подозрительные, молодые ребята, и, как я уже сказал, в гостинице Шаратон, больше 70 человек, на острове Хортица поселились, в Венеградар уже приехали, ну, я думаю, что по другим там, я буду за свой округ говорить, по другим уже районным центрам, уже распределились, значит, этим ребятам, по моей информации, дается, ну, как бы, поручение, значит, запугивать избирателей, провокации создавать, чтобы можно было потом, если надо будет, признать выборы недействительными, или, может, еще другим каким-то там вариантом, выборы сорвать, если надо будет сорвать, ну, вот такие технологии, я вам рассказал, готовятся, я думаю, может, и на других округах, ну, на моем округе, это я вам рассказал правду, значит, теперь немного о случае со мной, я раздал вам там газеты, кто не получил, ну, дам вам газету, значит, как я сказал, у меня была одна листовка, и одна газета, все, больше меня, ну, нету денег, вот моя листовка одна, 40 тысяч тираж, 6400 мне это стоило, и выпустил одну газету, ну, вчера вторую, пришлось выпустить, с большим трудом смог, тоже, выпросить на нее деньги, вот был удар Анатолия Шевченко, в который я, ну, тут начало, как бы, я иду в Верховный Совет на борьбу с мафией, власти, ну, так, как бы, мое, такое, обращение к людям, и показать, чего же я туда иду, ну, не только за этим, понятно, что право государства строить, и решать проблемы округа, ну, дело не в этом, я в этой газете дал острые материалы, по Бандурову, кандидату Верховного Совета, нынешнему депутату, ну, и статья называлась, конечно, остро, Владимир Бандуров, начинайте сушить сухари, на основании, ну, и мне известной информации, и озвученной, я подвел по тому, что, ну, надо уже готовиться, на схеме посудимых, второй материал я дал острый, Александр Григорчук станет кноподавом Рената Ахметова, значит, как я уже говорил, еще раз скажу, Запоросталь, завод, это собственность Рената Ахметова, шахта, ЖРК, Днепрородного, Рената Ахметова, собственность, и Григорчук, там сделали, как бы, такой, ну, коллаж, что Ренат Ахметов большой, а Григорчук маленький, и говорит, ты будешь меня послушным мальчиком. Ну, если Ренат Ахметов через Запоросталь вкладывает, по моей информации, по нашим подсчетам, уже 15 миллион гривен, на билборды, на статьи в газетах, на палатки, на агитаторов, на членов комиссий, на ролики, по телевидению, областном, по Украине, там по Украине дают ролики, ну, мы так цены немного знаем, один ролик, там, ну, фильм, до 900 тысяч гривен стоит, почти миллион. Ну, откуда у Григорчука такие деньги? Ну, понятно, если он станет депутатом, это, я уже повторюсь, это будет верный слуга Рената Ахметова, его, не боюсь этого слова, мафиозной бизнесовой структуры. И будет говорить, будет голосовать так, как скажет ему Ренат Ахметов или его люди. Я об этом молчать не мог, и потому я, знаю эту правду, написал такую статью. Более того, я раньше озвучивал эти факты, и писал об этом газета МИГ, правда Зотова писала, кто не знает, объявляю. Я, будучи областным депутатом, 2002-2006 годы, был членом комиссии по вопросам законности и борьбы с коррупцией. И мне дали информацию сначала устную, потом я в архивах поднимал документы, в прокуратуру обращался, я объявляю, шахта, Днепрудную, ЗЖРК, она по закону вообще не подлежит приватизации, и не подлежала. Ее нельзя приватизировать, недра земли, ведут взрывные работы, взрывчатка, ну, руду взрывают, а взрывчатку по нашим законам в частные руки нельзя давать, только в государственных руках. Ну, как, знаете, коммунальные аптеки продают лекарства наркотические, а частным аптекам же нельзя такие лекарства продавать. Так само и шахта Днепруда, нельзя было ее приватизировать. Она в 96-м году без разрешения фонда государственного имущества Украины, без разрешения фонда, повторяю, государственного имущества Украины, была преступна, говорю слово смело, преступна, приватизирована. Она не подлежала приватизации. Потом, в 2002-м году примерно, вот эта преступная приватизация была, тоже слово смело говорю, потому что есть документы, преступна, как бы узаконена эта преступная приватизация. Значит, я подавал свое заявление в прокуратуру генеральную, подавал в службу безопасности Украины, потому что дело очень серьезное. Значит, мое заявление из генеральной прокуратуры в 2007-м году пересылалось в областную прокуратуру и известный вам, я думаю, бывший первый заместитель прокуроробласти Замфиров давал мне ответ. Эти ответы у меня, думаю, есть, но я так спешу на пресс-конференцию с собой не взял. Но это правда. Давал ответы. Такое содержание. Да, действительно, шахта незаконно приватизирована, она не подлежит приватизации, но мы прокуратура запросов в области ничего сделать не можем, потому что решения принимались на уровне Украины. Я пишу второе заявление в генеральную прокуратуру в СБУ и прошу, говорю, не пересылайте запрос в областную прокуратуру, я же вам пишу. Даю копию этого ответа. Вот мне Замфиров первый зам, заместитель, дал ответ, что они ничего сделать не могут. Значит, ну, опять же, с генеральной прокуратуры пересылали в областную прокуратуру, не буду этот футбол рассказывать, и опять давали ответ, мы же вам уже отвечали, мы вам повторно отвечаем, Замфиром не писал, да, она незаконно приватизирована, но не буду идти в подробности, факт очень серьезный, факт шахта незаконно приватизирована. Так я в этой статье и написал Григорьевичу, тоже, и сейчас дальше будет тоже серьезная информация. Пишу, Александр Григорьевич, почему вы, как голова профсоюзного комитета, молчали, а он же знает, что он незаконно приватизированный, 100% знает, почему вы ранее молчали, почему вы сейчас молчите об этом, ну, если вы молчите, то я эту тему поднимаю и призываю его, ну так вы дайте тоже свои комментарии на мою статью, прокомментируйте, вы пройдете, если Верховный Совет, вы будете эту тему поднимать, если я пройду, я добьюся и верну государственную собственность, ну, все силы приложу. Ну, такая была статья по Григорьевичу, там, заплатку безбирателей написал, что он в больницах подарки дарит, и была третья статья, нужен ли округу номер 72, такой народный депутат. Эта статья была по Евгению Червоненко. Я по нем знаю много информации, и в то время, когда он был главой областной администрации, я давал пресс-конференцию, не боялся, и на ней озвучил факт и сказал, Евгений Червоненко кандидат на первое место в области по коррупции. Он там после моей пресс-конференции свою созывал, объявил меня больным на голову, я на нее суд подавал, не буду подробностей об этом, напечатал эту статью. Что происходит после этого? 50 тысяч я выпустил, раздавали массово, люди хорошо брали. 20 октября мне вечером нужно было ехать в 20.10 у меня бесплатный эфир в Запорожье по радио. Я готовился ехать выступать. Так как у меня, я уже сказал, денег мало, я сам раздаю уже газеты, и мы по усилю раздавали газеты. Ну, примерно в 18.00 подошли к машине и хотели ехать. И обнаружили, два передних колеса проколоты шины, и на капоте написано «Твоя газета, твоя могила». Значит, после этого одно запасное колесо у меня багажнику было, поменяли, второе пришлось домой идти, хорошо, что было где-то полтора-два километра от дома. Пока мы устранили эти недостатки поломки машины, прошло уже примерно два часа, таким образом я опоздал, никак не мог попасть на радио и не выступил по радио. Значит, я считаю, что это связано с избирательной компанией, то, что сделали, и, понятно, эти три, скажем, фигуранта моей газеты. После этой газеты, я сейчас заканчиваю, я решил быстро постараться, хотел листовку, но получилось небольшим тиражом, выпустил газету, вчера ее привез, покушение на кандидата Антону Семченко, дали фотографии. Кстати, это не первый раз. В 2007 году были досрочные выборы верховных депутатов, помните, Ющенко распустил, когда, скажем, партия регионов скупала депутатов и уже доходило до числа 300 депутатов. Миллионы давали, чтобы свою коалицию, чтобы конституцию поменять. Ющенко в 2007 году распустил парламент и я был начальником штаба в Осильском районе в нашей Украине, народно-самобороны штаба. И в то время на моей машине тоже раскрутили, сорвали шклей, сошки, кто водитель поймет, открутили гайки с расчетом, чтобы на скорости спала тяга, машина станет неуправляемой, колеса в разные стороны. Понятно, я мог бы разбиться. Ну, к счастью, машина была старая и там оно так заржавело, что даже если гайку не открутили, мы с большим усилием молотком сбили эту тягу и сошки. А потом я, конечно, закрутил, зашплинтовал. Это не первый раз. Я не хочу там рассказывать и другие факты были. Вот на этих выборах тоже такое произошло. Поэтому я буду заканчивать. Просто хочу еще сказать, сегодня, после этой пресс-конференции я пишу заявление и подаю в областную прокуратуру по факту, подкупа избирателям кандидатам в Верховный Совет по 79-му кругу Александром Гручуковым. Это будут и, ну, это, конечно, мелкие подарки, перчатки, там продуктовые, там пойти. А главное я буду писать о том, что больницам в Орехово, как я сказал, в Канке-Днепро, в Восильевке дарилось оборудование на 100 и больше тысяч. Я считаю, это нарушение закона о выборах, а то подкупе избирателей. И буду просить прокуратуру обязательно завести уголовное производство, провести расследование, привлечь его к ответственности. И разобраться, чтобы уже не мои слова были, а пусть прокуратура установит, откуда у скромного профсоюзного работника на этих выборах появилось примерно 15 миллионов рублей. Вот пусть разберутся. И вот так я хочу через вас, корреспондентов, чтобы поняли избиратели, и обратиться к избирателям. Давно уже надо осознать, что кто больше тратит денег на агитацию, поверьте, это деньги ваши. Это деньги ваши. Это редко, кто честно зарабатывает деньги, миллионы, и может эти деньги свои честные вкладывать. В основном, 99% вкладываются деньги, украденные у вас, у избирателей. И у кандидатов, у которых больше агитации, вы, прошу, к избирателю, думайте. Очень внимательно смотрите на таких кандидатов. Потому что, как я сказал прямо и повторюсь, кандидат Александр Верунчук по 79-му кругу, это будет кнопка «Да» в Рената Ахметова. Он ни одного решения не будет самостоятельно принимать. Как ему скажут, так он будет и голосовать. Что скажут, он то будет и делать. Потому что, на чьи деньги он прошел, я уже сказал, и понятно, там шаг влево, шаг в право, с него потом очень серьезно спросят. Он не сможет принимать решения в Верховном Совете самостоятельно. Поэтому на этих выборах, я прошу, хоть на этих выборах осознайте, думайте и выбирайте действительно порядочных, честных. Нам Украину, я скажу, надо уже просто спасать. Уже Украина доведена, ну, скажем, до катастрофы. Бюджет пустой. Украина живет фактически на кредиты. Кредиты берем, потом же нам надо за эти кредиты отдавать, еще и проценты платить. Поэтому на этих выборах у нас последний шанс и за вами стоит выбор, выбрать порядочных, честных депутатов, которые сами не будут крас, другим не будут давать. И начнут бороться с этой, я скажу, коррупцией. И начнем мы строить хоть на 23-м году уже независимости Украины действительно правовое государство, в котором не будет коррупции, не будет произвола, не будет вот этих, скажем, больших, я их называю, воров на Украине, которые миллиардами крадут. Информация, я думаю, вам тоже известно, но озвучу, с Украины на сегодняшний день вывезено, ну, примерно 500 миллиардов долларов в акшорной зоне. Мы владеем информацией, знаем счета. Повывозили не только в Швейцарский банк, а повывозили на середину Идейского океана острова Маврикия, Сейшевские острова, острова Багамские острова, подальше повывозили, чтобы туда никто не добрался. Вывезли туда сотни миллиардов долларов наших денег, вывезли на несколько бюджетов Украины. Так я хочу сказать, вы же понимаете, мы в Украине на сегодня набрали кредитов, ну, немного меньше 100 миллиардов, но если бы 500 не вывезли, нам бы нужны эти были кредиты? Не нужны. А теперь понимаете второе, а с чьих денег нам дали кредиты? Да с наших денег дали кредиты, 500 миллиардов туда вывезли, и с наших кредитов дали кредиты. Теперь, а за чьи деньги мы проценты платим? Да выходит, за свои деньги мы платим проценты. Наши деньги вывезли, с наших денег дали кредиты, и мы за наши деньги платим проценты. Поэтому мы знаем эти все счета, этих наших. Ну, скажем, таких самых больших олигархов. И если пройдут такие люди, как я и другие порядочные, то я считаю, мое мнение, надо забрать эти деньги. Но если забрать полностью не удастся, ну, я считаю, надо принять закон 50 на 50. Хотя бы так. 50% им простить уже, а 50% заставить безвозмездно положить бюджет. И законам оговорить, что 50% своих средств этих банков выводят, вложат бюджет, а 50%, ну, уже выхода нету, им простить. Пусть что хотят с ними делать. Ну, законом прописать, чтобы они вводили в экономику Украины. Если половину мы денег вернем, я думаю, вы все архитметику знаете, 250 миллиардов будет с 500 миллиардов, так мы отдадим все кредиты, еще на развитие Украины будут деньги. Вот это для этого я иду в Верховный Совет. Если пройдут, еще раз повторяюсь, такие, как Александр Горючук и другие такие, которые вкладывают украденные народа деньги в избирательную кампанию и будут служить там своим олигархам, своим тем, кто их, скажем, кандидатами сделал. Ну, мы никогда, мы, Украина, мы просто отойдем до катастрофы и никогда не выйдем с этого кризиса. Ну, можно сказать, как государство, ну, не дай бог, конечно, можем, ну, просто развалиться, потому что кредиты отдавать будем нечем, экономика развалена, своих денег запустить в экономику нету, ну, и так далее. Я же гоняюсь. Такое питание. А как вы будете, у вас, че есть у вас какой-то закон, который будет спрятаться в поверненнюю, у них вращается от первого, от второго? То есть вы указаны, что вы наберете эту большинство права для того, чтобы парламент голосовал, принял закон, первое, второе, и так далее, для того, чтобы, я, например, не понимал, как это вы будете получать, это будет дальше. По-друге, ну, вот вы говорите, давайте, мы им простымо, там, поголину этих грошей, которые вы не забрали, ну, давайте, ну, это как-то, как вы знаете, просто, простымо, непростымо, ну, это, знаете, как карати, но не на поголину. Ну, это как? Я вас понимаю, во-первых, я понимаю, большинство не соберет людей, которые, ну, скажем, будут честно служить народу и добиваться возврата этих денег, к сожалению, большинство не соберет. Ну, скажу такие слова, начинать эту работу надо, потому что сколько лет Украина, вы прекрасно осознаете, ну, скажем, живет очень тяжело, катастрофически не хватает денег на решение многих проблем, поэтому начинать это делать нужно. Значит, действительно нужно разработать законопроект, я говорил, я хотел бы забрать эти деньги все и вернуть биржет, потому что... Ну, я же сказал, в первой кроке разработать грамотный законопроект. Для этого есть какие-то нацисты, экономисты, я хочу вам сказать, что на параметах, я говорю, что есть такие аукуланды? Какие вы будете... Продолжение, извиняюсь. Продолжение следует... Я скажу, повернение с обшорных зоос в Польшу. С 999, это не важно, потому что они порядкованные свою... Кто параллестик, кто своим, своим, своим беспозрением, беспосередньо. Сейчас, сейчас, наскольку. Не знаю, с телефоном, не могу не отвечать. Значит, есть такой исторический уже факт, Сингапур. Я забыл фамилию президента, который пришел, тоже страна была раскрадена. И он сказал, ну, как президент, громко сказал, и дал двое сливок, 48 часов, всем олигархам. И сказал, всем деньги вернут биржет, потому что они украдены. Значит, кто добровольно деньги вернет, всем прощение. Никто не будет наказанным. Кто не вернет деньги, все отберем и посадим в тюрьму. Значит, примерно 60% олигархов вернули деньги. Остальные, ну, скажем, пытались сбежать, многие сбежали. Ну, час попало, понятно, под уголовные дела, и были деньги у них забраны и наказаны. Сингапур, я думаю, вы знаете все, живет прекрасно. Прекрасно живет. Так на Украине тоже, ну, я не в президенты иду, и, понятно, я понимаю, не пройду я в президенты, не мой это уровень, я не дорос бы до такого уровня. Ну, скажу, если бы так президент поступил, сделал, еще настроил депутата Верховного Совета, правоохранительные структуры, перекрыли границы, чтобы они не потекали, то, я думаю, можно было бы и вернуть эти деньги, если не все, ну, большую часть. Это один вариант, ну, я договорю, это один вариант. Второй вариант. Действительно, разработать законопроект, я тоже бы не хотел прощать им половину, 50%. Ну, иначе, если все законом принять, верните, они не вернут. А если они будут понимать, что 50% им законом, законом простилось, сейчас они же боятся их возвращать на Украину, потому что понимают, что них могут и отобрать, и их могут потом наказать. А то законом все это говорить, прописать, что им 50% прощено, и они свободно, куда хотят, их вкладывают, деньги пусть работают, ну, государству получить хоть половину, и то будет хорошо. Спасибо. Я вам скажу так, например, ну, давайте, олигарх М мае доказаны факты, что он выявил офшор, ну, например, 50 млн. долларов. Но что такое офшорная компания? Офшорная компания, это владеет этой компанией, вот такие соби, Марио Гонсадеса. И как вы, Марио Гонсадеса, допустим, скажите себе новое, вот это суть офшорная компания. Понимаете? Помогут. А я, ну, от меня, чего я тут, я вас питал, как вы будете делать законопроект на этом, чтобы они принялись. Это у меня вопрос. Какие мочи крупы? Да ничего сложного в этом нет. В чем проблема? Нет тут проблемы. Просто грамотно написать такой закон, и я повторяюсь, мне неудобно повторяться, 50% законам прописать, верните бюджет, а 50% мы вам прощаем. И прописать все там грамотно, законом, что никто никогда с них не будет спрашивать за эти 50%. Может там в другом соизмерении будет этот процент решить. Это я идею говорю, но что-то делать надо. Да, да. Я бы хотел вернуться от Сингапура, если можно к 79-му. Да. Моё мнение про чем много. Во-первых, вы знаете желание Путина. Путину сейчас, понятно, война идёт, но сейчас война такая, скажем, идёт тихая, там перестрелки есть. Такой серьёзной войны сейчас, к счастью, нет. Но Путину очень будет, скажем, выгодно. И если у нас по другим областям пойдут конфликты, борьба и так далее, народ поднимется, какие-то тут протесты. Вот избирательная кампания для этого, можно сказать, очень хорошая ситуация. Много людей недовольных и так далее. И только тут начнётся запрос к области. Провокации проведут. А может, не дай бог, конечно, применять где-то оружие, стрельбу. Понимаете, что, может, с одного факта, какого-то случая, может взорваться ситуация в запрос к области. Если в запрос к области, в других областях, такое, не дай бог, я скажу, произойдёт, для Путина это, можно сказать, отличная ситуация продолжать эту войну. А ему же до зимы, вы, думаю, тоже же понимаете, ну, надо обязательно, как минимум, автомобильную дорогу Крым, как минимум. А вообще ему хочется железную дорогу проходить через Запорожье, понимаете, Харково-Симферово. Потому что через Керчевский перешей паромом продуктов, бензина, других там, ну, нужных, как бы, всех средств не навозишь. Тем более зимой замёрзнет этот перешей, если будет холодная зима. Всё, Крым будет отрезанным. Понятно, люди будут Крыму недовольны. Вот и не исключено, что тут не только местные хотят сорвать выборы, ещё засылаются, вы же прекрасно осознаёте, как Крым, зелёные человечки, как Донецкая область, как Луганская область. И сюда тоже засылаются, сто процентов засылаются. И взорвать ситуацию. Это одно, я отвечу второе, это одно. Сорвать выборы выгодно будет и некоторым богатым кандидатам, кто вложил большие деньги. И если он будет видеть, что он не достигает результата, его кандидат, на котором миллионы вложил, не проходной, не проходит. Понятно, и фальсификации не удадутся, и подкуп избирателя. Тоже хочется сорвать выборы, чтобы потом перевыборы и по-другому построить избирательную кампанию. Или найти другого какого-то кнопкодава, запустить с другой фамилией, с другой биографией, обмануть избирателя. Поэтому интересы есть и наших, скажем, этих олигархов. Ну, там, если рассказывать ещё... Да. Да. Скажите, пожалуйста, по вашему наблюдателю, как кандидат, участник в контакте, кто в округе существует сегодня, в ней будет вашим числом? Как вы думаете? Ну, нескромно говорить. Ну, судя по-два или сто лет? Ну, я сказал, 23 кандидата сегодня знал, а 23 там, думаю, 22, а сегодня выяснилось 23, которые заарестрированы уже всех, и там под большим вопросом, это ареестрация. Многие кандидаты вообще не ведут избирательную кампанию. Ну, например, зубной техник Намлиев с Киева, Людмила Тимченко с Киева, ну, не буду перечислять, и Виталий Подлогуков из Запорожья. Я не видел ни одной листовки, ни одной газеты, ни одной статьи. Ну, я не видел. Может, оно где-то и было, я не видел. Поэтому многие кандидаты вообще не ведут, да, я вижу, многие кандидаты вообще не ведут никакой агитации. Значит, по честности, если сказать, ну, мне не скромно за себя говорить, не скромно. Ну, я веду все кампании, которые я проводил раньше, и эту кампанию я веду честно. У меня своих денег даже на залог не было, я признаюсь. Мне помогли люди на залог, на листовки, на газеты. У меня всего, как я сказал, одна листовка и две газеты. Все. Ни одной статьи в районных газетах, ни одной статьи в областных газетах, ни одного билборда, ни палаток нету, ни подарков, соответственно, никаких. Я их и не дарил, но этого у меня нет. Нет никаких роликов на телевидении, ничего нет. Полностью честная кампания и штаб небольшой. Примерно 20 человек, там агитаторы и водители мобильной работы. Ну, другие кандидаты, я не буду говорить, скромно будут называть. Ну, я вижу, многие кандидаты тоже ведут на муку и честную кампанию. Ну, кто имеет деньги, укладывают, кто не имеет, тоже, как я сказал, скромно. Там листовка, одна газета. Ну, то, что без грязи, а то и без подкупа избирателей, без никаких технологий, да, не задумывают. Ну, вы решали с вами, естественно. Сегодня, после этой пресс-конференции, я просто раньше не мог найти времени подать заявление. Сейчас, после этой пресс-конференции пишу заявление и сегодня, ну, сейчас 4 часа, думаю, успею подать прокуратуру области по Григорьчику. Потому что, если прошлые выборы в 2012 году Бандуров, как бы, там, там, больше всех денег укладывали, то сейчас Григорьчук уже обогнал и Бандурова. Я об этом прямо говорю. Я имею в виду по агитации, по статьям, по палаткам, ну, по-другому. Тем более, по... По вложениям. Ну, по вложениям. Да, ну, по вложениям и по другим, там, ну, скажем, всяким факторам. Ну, Бандуров, если стоят, то есть? Ну, да. Ну, вот я скажу, Бандурова я критиковал, но вот я на этих выборах не слышал, чтобы он дарил там какие-то дорогие подарки. И, не знаю, может, где-то что-то есть, я же не слежу. Ну, не читаю я в газетах. Говорят, по Григорьчику я читаю в газетах. Ну, как я уже повторяю, в Ореховской больнице больше как на 100 тысяч оборудования подарил. В Канг-Днепровской больнице тоже подарил. Ну, я считаю, это нарушение закона. Потом, во время избирательства, он говорит, почему он раньше не дарил этой подарки? Или после выборов пусть дарит, если он там такой меценат и сколько денег у него лишних. Ну, а тут никогда, я говорил, никогда, ну, может другие люди знали, я в Григорьчика живу в Васильевском районе с рождения, всю жизнь. Я никогда его не слышал. А вдруг на этих выборах миллионер Григорьчук объявился в округе. И по агитации я обогнал всех, и, может быть, по затратам финансовым. Он Вам обожает? Нет, лично я с ним ни разу не встречался. Вы не видели? Вы не видели? Вы не видели? Вы не видели? Ну, вот это был факт, вот я могу Вам даже диски раздать. Ну, кто это сделал? Да, я, понятно, я не могу сказать, кто это мой сделал. Я понимаю, раз оно связано с выборами и за газету там написано, то кто-то из троих, кого я практиковал в газете. Ну, были такие факты. И я не говорю, что это Червоненко сделан на этих выборах. Кто помнит, была областная партийная конференция в 2007 году, по-моему, в Байде, там депиляционный суд, и Червоненко, будучи губернатором, захотел быть головой областной партии «Наша Украина». А я был членом партии «Наша Украина». И я вышел на трибуну и очень серьезно выступал против Червоненко. Говорил, во-первых, что он неделями на работе не бывает. У него то гонки, то отдых, то охота, то занимался там бердянской косою, там 5 гектаров получил в Западной Украине деревянные домики, привез там, строил. В побережье Азовского моря тоже он там много, скажем, своим рукам пробирал. То ему понравилась наша балка средняя, пытался он пробирать рукам нашу балку среднюю. Ну, очень я много знаю, потому что 30 лет ввиду борьбу с коррупцией, и есть у меня люди, которые в погонах дают информацию, другие. И поэтому после моей пресс-конференции, во время моего выступления Червоненко, я не видел это, Зотов написал в газете, правда, «Судный день». И я прочитал в газете. Так как Червоненко во время моего выступления хотел сорваться с места, он в президиуме сидел, а уже спыльчивый человек, и, наверное, не побил. А его схватил за плечо Ропотенко из Киева с партии «Наша Украина», проехал представителем на нашу конференцию и держал его. И держал, не отпустил. А тут, может, там хоть что-то и произошло. Ну, я в этой газете написал, когда по Червоненко давал информацию, написал, что я знаю, что Евгений Афридович спыльчивый человек, и на мою газету «Ударом Анатолия Севченко» может ответить мне ударом кулаком. Ну, я так и выразился. Ну, я не говорю, что это работа на машине команды Червоненко. Я не знаю, чья это работа, но факт есть парт. Спасибо вам за информацию. Спасибо, Айбар. Если что понадобится, то правительство общественности. Спасибо, Айбар.